Инициатором общественного собрания, посвященного подготовке к празднованию 75-летия битвы под Москвой, стал глава района Сергей Пахомов. Глава поручил нам, прежде всего, переформатировать полностью работу по взаимодействию с Советом ветеранов. В общем-то, он одобрил, что эта площадка, должны мы заниматься как районные депутаты, этим очень ответственно. И при этом он еще попросил нас прекратить лишние формальности и, в общем-то, так, если говорить практическим языком, от слов перейти к делу. На прошедшем собрании состоялась презентация проекта мемориала славы Сергьево-Пасадского района. Он будет установлен на бульваре Кузнецова уже к сентябрю 2016 года. У нас отсутствует аллея славы. Ну, в Москве мы знаем, что аллея славы расположена на Поклонной горе. У нас для этой цели нашими предшественниками призназначен бульвар Кузнецова. И даже до сих пор сохранился холм с фундаментом под стелу. Стелу, увенчанная гербом Советского Союза, вокруг которой расположится 29 информационных подиумов. Каждый из подиумов будет рассказывать о подвигах наших земляков-героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы Трех Степеней. Кроме того, предлагается оснастить комплекс светодиодными конструкциями – аллеи из шести гвоздик. С помощью двумерных штрих-кодов с любого смартфона можно будет зайти на сайт района и узнать подробную информацию о каждом герое. Конечно, с этим проектом разговоры и работа по созданию большого мемориального комплекса, там, где мы увековечили все более чем 15 тысяч погибших имен жителей Сергея Посадского района, эта работа продолжается, она будет продолжена. Тем более, что место мы совместно с ветеранской организацией и с Народным фронтом, с Российским уже подобрали. Все эти проекты не взаимоисключающие. Работа идет, но этот проект более глобальный, нам на него понадобится много времени. Возвращаясь к бульваре Кузнецова, хотел бы сказать, что мы планируем работы по созданию мемориала славы на бульваре Кузнецова закончить не просто в этом году, но закончить их за лето. На протяжении более 15 лет я от имени комитета ветеранов вооруженных сил добивался, чтобы увековечить память павших и сделать аллею славы герою Советского Союза. Это для меня являлось большой глыбой. Я дошел вплоть до Народного фронта. Однако эти вопросы все тормозились. И сегодня я приношу признательность Сергею Александровичу Пахомову, как главе района, особую благодарность Рите Григорьевне. Это сейчас в струю администрации города вошел светлый луч в темном царстве администрации. Кроме того, на собрании была представлена программа празднования предстоящего Дня Победы. В этом году празднование пройдет 8 и 9 мая. Акция «Бессмертный полк» станет центральным событием празднования. В Сергиево-Пасадском районе продолжается работа по восстановлению имен погибших во время Великой Отечественной войны. Будут приведены в порядок 17 мемориальных досок, посвященных героям. Председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль, который принял участие в собрании, отметил, что в Сергиево-Пасадском районе налажено плодотворное взаимодействие между районной властью и Советом ветеранов. Вот этот пример мы будем пропагандировать и дальше, и ветеранская общественность. Подмосковье, конечно же, готова участвовать со всеми органами власти в формировании планов, их реализации. И здорово, что, еще раз говорю, это стартует, наверное, сегодня, вот, своего рода такое мероприятие, оно дает старт определенным действиям по выполнению наших общих планов работы по подготовке к этому знаменательному юбилею. Татьяна Сташенко, Сергей Власов. День города.